Профессионал виноградник на нашей даче. Интересуетесь? Присоединяйтесь. Обрезка винограда осенью. Реже, не дожидаясь перитонита. У вас есть чувство жалости к веткам, когда вы обрезаете виноград осенью? Думайте. Вдруг зима будет морозная, и у меня будет больше шансов, что больше выживут почек, веток у винограда. А потом весна приходит, ой, да я побольше оставлю, может быть будет больше урожай, но это очень ложное, очень ложное мнение. И я самое интересное это знаю, но все равно побольше оставляю. Вот это неправильно. Будем сегодня с этим бороться. Вот у меня кишмиш, молодой кустик, урожай у него. Я даже изюм делала. Оставлю вам ссылочку на это. Но надо бороться с чувством жалости. Иначе хорошего винограда, то есть не то, что больше, а чтобы он был крупнее, здоровее сама лоза винограда. Вот за это нужно бороться, ну то есть к этому идти. И сегодняшнее видео посвящаю именно этому. Поэтому сегодня в гостях у нас виноградник. Он знает толку в этом. А я вам вставлю фото его виноградника и винограда. Шахтер еще как всегда мед, да, спел. А это вот шахтер перед уборкой винограда. Видите, он даже не дозрел. Редко. Вот здесь вот еще один. Вот это вот вкусно. Кто тут бегает у нас? Кто тут бегает? Чтобы виноград выздорел и чтобы лоза сама выздорела, нужно оставлять оптимальное количество веток. Остальное все вырезать. Ну это посмотреть надо в таком состоянии. Смотрим, вот столько веток у меня было. И потом я вам покажу, сколько останется. С возможностью скажу вам о том, что у Павла очень много сортов, современных сортов винограда. И если вы хотите их приобрести, то пишите. Обязательно вышлем. Не я, конечно, а Павел, либо его жена Валентина. Это номер телефона контактный для связи с ними. Также они могут прислать вам список сортов винограда. Мы проживаем в Саратовской области. А ты мне вот покажи, где эти рукава будешь делать, с какие рукава пальцем покажи, какие. Я тебе сейчас все это обчищу, и тебе будет видно, что будешь делать. Когда я сажала этот виноград, я делала 4 рукава, и на нем было 8 лоз. И плюс еще есть ветки замещения. Павел делает без замещения. Я так думаю, что с замещением, конечно, можно. И может быть, в некоторых районах даже и нужно. Павел с ветками замещения. Да, звук был. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На семь пока отрежем почек. Вот если примерно по семь почек, четыре рукава, семь и семь, четырнадцать у нас пойдет в одну сторону. Вот в эту пусть. Куда в наклонную. Ну, может, он вот в этих, что мне больно. Тут сломается. Видишь, он тут перегибается. Да это все, знаешь, его оставим сюда, в эту сторону. Так. Он удобнее для... Вот здесь вот идет, точно. Так, а вот... А вот этот вот, может быть... Это у нас... Так, подожди. Так, так. Это другой. А, слушай, вот хороший какой. Ну, они все туда. Я его обрезал. Как бы. А, обрезал. А их всего четыре будет с куста. Павел берет два моих рукава. И с каждого рукава оставляет по две ветки. На кусту будет четыре лозы. Да, я ее проверял. А проверял, Павел, лозу на зрелость. Сгибая потихонечку лозу, если она потрескивает, значит, она вызрела. Чуть не лазили. А если она сломается, значит, она не вызрела. Значит, скорее всего, мы за ним неправильно ухаживали. Что, у тебя берет? А то, может, это принести. Берет. Тут все зависит от рученьки. Это какая. Сходится, так пробовала, как ты вот сказал. Возревает, не вызревает. Ни разу и не пробовала я же. А сама эта гроздь. А было время, что это, он мне даже нравился. Как-то год был, он вызрел. Ну, в смысле, это сам виноград. Такой вкуснецкий. Мне нравится вкус его. Давай. Куда не клонится. Они вот у тебя, вот, к примеру, да? Все в эту сторону. Так. Чтобы мне предложить. Вот берешь сначала. Сначала старые связываешь между собой. Ой, осторожней. Да ничего не бойся. Здесь лоза не вызрела, и она сломалась. Лоза разломается. Ну, вы это все тогда вырезали. У меня не ломается. Вот я тебе почему и говорю, осторожней. Ну, ладно, три останется. Как я вам и говорила, Павел оставил у этого винограда четыре лозы. Вот видите, четыре ветки. Четыре лозы. И теперь он показывает, как связывать для того, чтобы уложить его на землю. А потом я уже с собой заплетел. Потом здесь. Все. Смотрите, как пусто стало в моем коробе. Ну, это второй короб. Но если вы помните первые кадры, везде так было густо, много веток. Сейчас веточек-то мало, потому что на каждый рукав только две лозы оставляет Павел. Ну, как? Просто всихонечку ее, чтобы потрескало. Вот, видите? Ой, страшно. Здесь вот. Он согнется. Только не сразу резко. Понимаешь? Ой, он уже согнулся. Ну, вот. А потом привяжешь ее здесь. Так, держи сейчас. Вот здесь. А вот так Павел показывает, как нужно, если согнуть лозу. Вот смотрите. То есть мелкими-мелкими переборами пальцев, сгибая по чуть-чуть лозу в ту сторону, в которую вам надо. Она чуть-чуть слегка потрескивает и сгибается так, как вам надо. А это маленький-маленький-маленький кусочек виноградника Павла. И его грозди винограда. Поэтому, если хотите кушать вкусный виноград, собственный, для этого нужно приобрести у Павла здоровые черенки. А сорт, какой вы хотите, вы с Павлом обсудите. А вы все вместе со мной следите за тем, что у меня получится с винограда уже со следующей весны и до осени, до урожая. Будем все делать и наблюдать. А если результаты будут отличные и вам понравятся, то, может быть, этот опыт вы возьмете и для себя. Всем спасибо и всем до новых встреч!